Первое знакомство в администрации региона сейчас проходит процедура представления исполняющего обязанности губернатора края Виктора Томенко. Самое главное в жизни на Алтае проходят мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Увеличили темп, единственный крытый футбольный комплекс края выходит на полную мощность. Вы смотрите наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В эти минуты в администрации края проходит процедура представления депутатам краевого законодательного собрания и правительству региона, исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На церемонии присутствуют журналисты ведущих СМИ и экс-губернатора региона Александр Карлин, который передает преемнику дела и должность. Официально представил Томенко полпред по Сибирскому федеральному округу Сергей Миняйло. Напомним, 8 июня депутаты краевого законодательного собрания соберутся на внеочередную сессию, чтобы назначить дату досрочных выборов губернатора. Предположительно, они должны состояться в единый день голосования 9 сентября. Подробные материалы о представлении в Рио губернатора Алтайского края Виктора Томенко смотрите в вечернем выпуске. Уровень воды в алтайских реках остается нестабильным, сообщает гидрометцентр края. Так, после стремительного роста довольно резко упала вода в Катуни, в районе Сросток, пошли на убыль Черыж и Бия. Небольшой прирост сохранился у Аби в районе Барнаула плюс 9 сантиметров. Режим повышенной готовности по-прежнему действует в двух районах края – Краснощоковском и Черыжском. Спасатели отмечают, что ждут возможных подтоплений в ближайшие дни, при условии, что плюсовая температура продолжит рост и спровоцирует обильное таяние снега в горах. По прогнозам метеорологов, в следующие пять дней в крае ожидается в среднем плюс 28 градусов. Из-за постоянных дождей на Алтае затягивается пассивная кампания. На сегодня яровыми культурами засеяно лишь половина площадей. Сельхозпроизводители волнуются за вызревание уже не только зерновых, но и кормовых культур. Аграрии вынуждены менять структуру пассивных площадей. Одно из хозяйств, где из-за холодов и обильных осадков стали больше сеять кормовых культур – гриф в Тольменском районе. Это хозяйство имеет поголовье в полторы тысячи, и потому запасы кормов – стратегически важная задача. Обычно фермеры собирают грубые корма, сено и соломы уже в июне, но в этом сезоне пору покоса, скорее всего, придется перенести. В России сельхозпроизводители не скрывают беспокойства и по поводу других зерновых культур. Если в этом году сохранится тенденция по низким ценам на зерно и по каким-то климатическим отклонениям, то я считаю, что это будет большой удар, потому что в прошлом году много фермеров, я знаю, отказались от этого дела. Подробнее о том, насколько серьезный урон будущему урожаю может нанести затянувшаяся весна, смотрите в вечернем выпуске. Каким будет это лето в целом и когда начнут ловить таксистов в Барнауле в традиционном обзоре из Донець-Сибирской медиагруппы. Лето в Алтайском крае начнется с дождей и жары, выяснили журналисты по лице БРУ. До 34 по краю обещают синоптики в ближайшие три дня. Завтра осадки не прогнозируются ни ночью, ни днем и распогодятся местами выше 30. А вот 3 июня в регион вновь вернутся дожди и прохладнее до 23. Ранее синоптики сообщали, что настоящее лето придет в край с 20 июня. 40 тонн поддельного алкоголя изъяли у преступной группы в Ленинском районе Барнаула, сообщает АИФ Алтай. Обвиняемые арендовали в районе несколько гаражных боксов и производили контрафакт на продажу. Разбавляли этиловый спирт водой и разливали его по бутылкам, на которых стояли заводские этикетки и знаки. Ночные клубы и мелкие торговые точки являлись потенциальными покупателями продукции. Задержали группы во время разгрузки очередной партии. Барнаульских таксистов-нелегалов ждут трудные времена, обещает комсомольская правда на Алтае. Сегодня в Барнауле стартует профилактическая операция «Нелегальный перевозчик». Его проводит ГИБДД совместно с сотрудниками технадзора для того, чтобы проконтролировать соблюдение правил перевозки пассажиров в такси. Как регламентировать деятельность нелегалов обсуждалось в крайний раз, но от идеи установить в автомобилях таксометры пока отказались. Евгения Даровская, Наши новости. Сегодня Международный день защиты детей. Один из самых любимых праздников мальчишек и девчонок, а также их родителей. По всему краю проходит несколько сотен всевозможных концертов и тематических встреч, главные герои которых – наши дети. Уже не первый год делегация от Алтайского края принимает участие в торжественных мероприятиях в Москве. Восемь воспитанников Зариинского, Каменского, Михайловского, Павловского и других центров помощи сейчас находятся в столице России. Для детей организована насыщенная экскурсионная программа. А в данные минуты на праздничных площадках края проходят спортивные турниры, конкурсы с призами, вокальные баттлы. Подробнее о том, как дети отметили свой профессиональный праздник, расскажем в вечернем эфире. И сегодня же по всей стране началась детская здравительная кампания. В край открылось больше 900 лагерей. Шесть сотен из них – дневного пребывания. А вот за городом начали работать чуть более 60 школьных организаций. Средняя стоимость путевки в этом году составила 14 тысяч рублей. Всего в санаториях, палаточных городках отдохнут 175 тысяч детей. На днях надзорные органы проверили несколько лагерей на соблюдение правил безопасности, медицинское обеспечение. Подобные проверки пройдут во всех алтайских лагерях до 20 июня. В этом году на летнюю оздоровительную кампанию из краевого бюджета выделено 420 миллионов рублей, что на 40 миллионов рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Увеличили темп. Единственный крытый футбольный комплекс «Края» выходит на полную мощность. Теперь там можно не только играть в самую популярную игру в мире, но и проводить тренировки по многим видам спорта. Любая секция спортивная может сюда заходить и заниматься самостоятельно. Мы планируем эти пять спортивных залов сдавать в аренду постоянным нашим арендаторам. Эти пять залов расположены в многоэтажном комплексе, который возведен с манежем «Темп по соседству». На первом этаже открыто уютное кафе, на другом расположена гостиница с 11 номерами, так что гости футбольной команды теперь могут вовсе не выходить из здания. До зеленого искусственного газона всего пара шагов. Обычно же коллективам приходилось дополнительно заказывать автобус, чтобы добраться до арены. Для удобства здесь открыты также шесть раздевалок, вмещающих более двухсот спортсменов. Так же, как и сам зал, комплекс построен за счет частных инвестиций предпринимателей региона. Как видите, здесь созданы комфортные условия. В каждой раздевалке душевая, туалетная комната, фены и прочие удобства. И выход сразу из спортзала. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Самое быстрое похудение «Турбо Слим Экспресс». Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. «Турбо Слим Экспресс» от компании «Эвалар». Сегодня в край относительно теплый день. Плюс 20 в Алейске камни на Аби, 24 выше ноля в Славгороде. В Барнауле до 20 тепла, перемена облачности, юго-западный порывистый ветер. Телефон редакции в Барнауле 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»